Всем привет! С вами канал Выживание и сегодня на моем обзоре мини паранг от мастерской Аника. Сейчас я проведу с ним ряд тестов, расскажу о паранге подробнее, поделюсь своим мнением. И прежде всего выражаю благодарность всей мастерской Аника и лично Алексею Сенцову за предоставленное образец на тестирование. Ссылочку на официальный сайт мастерской и другие информационные ресурсы я оставлю ниже под описанием. Итак, что мы имеем? Имеем мы уменьшенную версию типового паранга от Аники. Кстати говоря, если вы еще не смотрели тест-обзор на полноразменный типовой паранг от Аники, найдите на канале и посмотрите, будет интересно. Ну и думаю будет не лишним еще раз напомнить, что изначально паранг был придуман в Малайзии в качестве сельскохозяйственного инструмента. Однако впоследствии стал широко применяться малазийскими воинами в качестве холодного оружия. Начну, как всегда, по порядку с ножем. В моем случае это простейший вариант чехла на лезвийника полуоткрытого типа. Пошит он из толстой натуральной кожи, прошит по периметру и усилен клепками в точках максимального напряжения. Крепится на лезвии за счет вот таких вот хлястиков на шпеньках. Легко снимается, легко надевается. Какая-либо система подвеса у данного варианта не предусмотрена, однако еще раз хочу всем напомнить, что в мастерской вы можете заказать именно такие ножны, которые нужны вам. Ну и также будет не лишним отметить, что данный чехол на лезвийник в комплекте с парангом не идет, его нужно приобретать отдельно. Ну а в общем и целом мы имеем простой и понятный чехол на лезвийник, которого вполне достаточно для безопасной транспортировки инструмента. В общих чертах геометрия клинка соответствует концепции малазийского паранга, а именно здесь мы наблюдаем характерный условно-сабельный изгиб и расширение клинка от основания к острию. Из особенностей нестандартное решение мастерской о создании так называемой зоны безопасности в районе основания клинка, позволяющей перехватить клинок поближе и уже пользоваться в качестве простого широкого ножа. Общая длина клинка составляет 28 сантиметров, длина режущей кромки 20 сантиметров, но справедливости ради скажу, что реально длина ее составляет 18. Посмотрите, вот по этой вот причине. Толщина по обуху 5,5 миллиметров. У клинка широкие прямые спуски с микроподводом. Сам клинок откован из стали 9ХС при полном цикле термической обработки. Заявленная твердость 58 единиц. Тип конструкции по рангу фуллтанг, что по определению надежнее любой другой конструкции. Общий вес изделия составляет 460 грамм. Рукоять изогнутого вида с явной адаптацией под рубящие удары. В сечении слабовыраженная бочкообразная с ярко выраженным расширяющимся навершием. Накладки выполнены из ясеня, пропитаны тунговым маслом. По первым впечатлениям кажется достаточно удобной, но как всегда окончательные выводы буду делать только после проведения всего цикла работ. А теперь осталось только поработать этим инструментом и выявить его особенности, достоинства и недостатки. Любая работа начинается с проверки исправности инструмента. В частности, меня интересует острота, с которой этот мини паранг приходит из мастерской. Проверять будем на стандартном листе формата А4. Я бы не сказал, что здесь идеальная просто заточка, но достаточно неплохая. А с учетом того, что все-таки это прежде всего рубящий инструмент, а не нож, думаю, можно не придираться и собственно оценить ее в 5 баллов. По крайней мере такой остроты вполне хватит для того, чтобы выявить функционал данного изделия. Ну и для полноценной проверки по целевому применению паранга я иду уже хорошо известное место, которое сплошь покрыто обильно растущим кустарником. Обильная растительность за моей спиной, я думаю, прекрасно подойдет для того, чтобы проверить реальный функционал данного паранга по непосредственно целевому применению, а именно рубки сучков, кустарника, порослей и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и для полноты картины возьму прям такой ствол посерьезней Итого, друзья, изрядно помахав этим мини-парангом у меня сложилось следующее мнение А именно то, что приоритетный диапазон работы данного паранга составляет стебли от совсем тонких до толщиной максимум в полтора сантиметра При работе вот с таким диаметром стеблей кустарника, порослей или чего угодно, этот паранг показывает хорошие результаты Конечно, им можно рубить и стебли посерьезнее Вот такого плана, но эту задачу выполнять гораздо сложнее Во-первых, нужно попасть под нужным углом А во-вторых, не всегда получится, особенно без нужного опыта, с одного удара срубать вот такие стволы диаметром там около 3-3,5 сантиметров Не говоря уже про кустарник еще более толстый Повторюсь, выполнять такие задачи можно, но это будет занимать уже слишком много сил И еще один момент, который мне, честно говоря, не очень понравился А именно то, что этим парангам нужно прямо конкретно целиться Так как длина режущей кромки сильно ограничена С учетом того, что вся вот эта зона не является рабочей Каждый удар должен быть четко прицелен, акцентирован и заходить под определенным углом Для того, кто имеет хорошие навыки, подобной работы этот проблем не составит Ну а для тех, кто менее опытен, это будет не такой уж и простой задачей А что если мне нужно сделать небольшой прорубь для того, чтобы, например, поймать рыбу Либо просто добраться до воды С этим мне поможет определиться родное сердце южная река Уруб Правда, со льдом здесь не особо задалось Но по краю, по теневой кромке его еще найти можно Смотрите продолжение в следующей серии Дело сделано Несмотря на изгиб паранга, им можно работать и в качестве вот такого вот долбила-ковыряла И следующая целевая задача, это работа с камышом, рогозом, который обильно растет по всей территории нашей необъятной и любимой родины А для этого нужно спуститься к болоту Хотелось бы еще не провалиться под лед Сейчас выберем участок погуще и потестируем мини-паранг на профпригодность в этом направлении Особенно полезно это будет рыбакам, охотникам, которые в сезон охоты или в сезон рыбной ловли делают засидки, расчищают себе площадки и так далее Вот здесь, пожалуй, и зарубимся Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Вот такой вот коридор в зарослях камыша и рогоза По эффективности работы данного паранга я бы оценил все-таки его в 3 балла, не больше Почему? Потому что, опять же, короткая режущая кромка, нужно прямо выцеливать каждый взмах Ну и, во-вторых, неоправданно толстый обувь для выполнения такой задачи Здесь бы хватило за глаза толщины в 2, ну максимум в 2,5 мм Тогда бы тесак был более легкий, более маневренный и, соответственно, более эффективный Однако сказать, что этот тесак будет бесполезен при выполнении такой задачи я не могу И, собственно, если задача сходится именно к тому, чтобы расчистить какую-то площадку Пробить какой-то коридор к открытой воде для того, чтобы можно было пришвартовать лодку и так далее То его, в принципе, хватит за глаза Ну а если вам нужно будет выкашивать огромные плантации, то, конечно, лучше взять простую дешевую тромантину Ну а теперь давайте поработаем по прикладным смежным направлениям Выполним ряд задач, которые приходится выполнять не каждый день, а от случая к случаю И да, пользуясь случаем, хочу еще раз сакцентировать ваше внимание, что вот такие вот ножны без системы подвеса неудобны Имейте это в виду, друзья Когда будете заказывать ножны, обязательно не пожалейте денег и возьмите с подвесом Еще один нецелевой тест Тест на устойчивость к критическим боковым нагрузкам Или, как еще говорят в народе, тест на дурака устойчивость К сожалению, очень большой процент пользователей злоупотребляет вот этими вещами зачастую забавы ради И поэтому обойти этот тест стороной у меня не получится Напоминаю, что мой вес вместе с экипировкой на данный момент составляет где-то в районе около 102 килограмм Исходя из этих цифр, и будем делать заключение Еще разок для надежности Так, итого, друзья, деформация искривления не появилась Клинок остался в исходном состоянии Отсюда делаем логичное заключение Что данный паранг устойчив в том числе к критическим боковым нецелевым нагрузкам Продолжая тематику прикладных задач, давайте представим ситуацию При которой вам нужно разделать птицу Основной нож был утерян и остался только вот этот паранг Насколько эффективен он будет в качестве разделочного инструмента Ну и для интереса я добыл вот такую вот курицу-мутанта Шучу, друзья, это домашняя курица-броулер Которая, ну, как минимум, в три раза больше стандартной курочки из магнита В общем, однозначно с ней будет работать поинтересней Ну что, поехали, пока она совсем не заледенела Субтитры сделал DimaTorzok Здесь меня подожди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 режущей кромки, но, как говорится, папа не верит, пока не проверит. Абсолютно никаких изменений режущая кромка не претерпела. Не могу сказать, что этим тесаком прям сильно удобно разделывать, но разделывать можно и, как видите, достаточно результативно и быстро. Работаем дальше. Друзья, оказывается, в случае чего даже вот такой вот, казалось бы, совершенно не предрасположенный к уколу геометрии можно уколоть. Ну и, как говорит один мой знакомый, люблю я повеселиться, особенно пожрать. Друзья, тематику полевой кухни также обойти стороной не получится, ведь это, как ни крути, одна из наиболее часто выполняемых прикладных задач. Поэтому с помощью фаранга, попытаясь сейчас поработать по полевой кухне, заодно оценим, насколько удобно работать, удерживаясь за вот эту вот зону безопасности. Погнали! Понятное дело, что, друзья, это будет делать неудобно, но вот насколько неудобно, хотелось бы иметь представление. Да, картошка уже успела подмерзнуть, на улице минус 10. Кстати говоря, для юга минус 10 это прям очень холодно, прям дичайший мороз. Сибирякам, наверное, забавно слышать такое. Да и из Центральной России, откуда я родом, тоже минус 10. Это очень такой лайтовый режим, при котором хочется гулять и делать всевозможные вещи, а не прятаться дома у печки. Так, ну, почистил я картошку. Не сказал бы, что прям вот делать это невыносимо, сложные и так далее. Конечно, неудобно, но если возникнет такая необходимость, сделать можно. Таким парангом, наверное, будет удобно шинковать капусту, мне кажется. Но за все мои годы с китанией ни разу мне в походе не пришлось шинковать капусту. Может быть, я, конечно, ничего не понимаю в полевой кухне, но тем не менее. В общем, неудобно, но с овощами работать можно. Давайте немножко поговорим о хлебобулочных изделиях. Тяжело идет паранг в этот батон, который такой достаточно мягкий. Но справиться с ним можно. Ну и порежу буквально несколько продуктов, тем более, что уже проголодался. Так, ну и на финальный аккорд разовая доза стратегического продукта, который знают все и везде. Это сало. Вот такой вот небольшой кусочек способен насытить в полной мере при разовом перекусе в походе. Друзья, шинковать его сейчас не буду, так как планирую очень аппетитным образом сейчас вот так вот положить на хлебушек и употребить. И параллельно сделаем заключение, что, естественно, выполнять задачи полевой кухни этим парангом не очень-то и удобно, но в случае такой необходимости выполнить можно. А с учетом того, что для данного паранга это вообще не целевая задача, а такая даже условно прикладная, считаю это неплохим показателем. Ну и тест на рубку древесины я также планирую обязательным образом включить в выполнение прикладных задач. Понятно, что это не целевая задача. Целевой профиль мы уже подробно разобрали и поговорили об этом. Но давайте представим неприятную ситуацию, что у вас нет с собой топора, а он так сильно нужен. В общем, сейчас постараюсь оценить, может ли быть этот мини-паранг хоть какой-либо маломальской альтернативой в этой ситуации. Ориентировочно 2,5-3 см. Ну, я бы не сказал, что с легкостью паранг справляется с этой задачей. Все-таки это ясень еще и подмерзший. Работаем дальше. Диаметр около 4,5 см. Диаметр около 5,5 см. Где-то 5,5-6 см. Диаметр около 5,5 см. Мерзлый ясень. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Ну, вначале давайте традиционно посмотрим, с какой остротой клинок подошёл к финальному испытанию. Перечень выполняемых работ был весьма широк и разнообразен. Могло случиться всякое. Ну, существенной разницы по работе, по крайней мере, с древесиной я не ощущаю. Несмотря на то, что деревяшка изрядно подмёрзла и заледенела. Всё-таки, я думаю, в этом вопросе бумага будет показательной. Вот эта часть подсела, как раз-таки, наверное, на неё приходилась основная нагрузка в рубке мёрзлой древесины. А передняя часть, как видите, по-прежнему режет бумагу. Давайте ещё один листочек, чтобы уж, как говорится, наверняка... Да, передняя часть ещё практически не потеряла свой функционал. Я имею в виду, естественно, остроту режущей кромки. Вот здесь кромочка слегка подсела. Но, тем не менее, в общем и целом, паранг всё ещё справляется с бумагой. Ну что, поехали! Обращаю ваше внимание, что прогоняю жестянку через всю длину режущей кромки, для того, чтобы сомнений ни у кого в правильности выполнения теста не осталось. Для начала давайте сравним с работой по древесине. Кстати говоря, держать очень неудобно за эту зону безопасности, так как она тонкая. Во-первых, и не возьмёшься как следует, а во-вторых, вот эти грани прям впиваются в ладонь. Ну, друзья, я не могу сказать, что прям здесь какая-то разница появилась по работе с древесиной. Давайте сейчас посмотрим бумагу. Возможно, результат будет отличаться. Как-то непонятно. Какие-то участки рвут, какие-то по-прежнему режут. Давайте ещё одну. Да нет, друзья, вроде справляется. Ну и давайте финальный листочек я порежу, чтобы уже, как говорится, окончательно все вопросы отпали. Прежде всего у меня. В общем, существенного урона я не ощутил. Так, давайте сейчас повнимательнее посмотрим на режущую кромку вблизи. Значит, в передней части я наблюдаю просветы. Небольшие, небольшие заминки. Но это, скорее всего, друзья, получилось, когда я прорубал прорубь. А вот этот вот замин, вот здесь, сейчас должно быть вам видно, вот думаю. Это уже, по всей видимости, результат ЖБ. И больше никаких следов я не наблюдаю. То есть, повреждения, полученные в результате такого теста, в пределах нормы. Подведём итоги. На основании проведённых мной тестов могу заключить, что мини-паранг, по моему мнению, является универсальным инструментом посредственной эффективности. Причём, как в целевых, так и прикладных направлениях. Что-то он делает чуть лучше, что-то чуть хуже, но я не могу выделить ни одной задачи, которую бы он выполнял с великолепным результатом. Собственно, это характерная особенность любых универсалов. К основным недостаткам я бы отнёс, прежде всего, неоправданно короткую режущую кромку. Обратите внимание на всю длину клинка. И если ещё мы возьмём слепую зону, то получим длину режущей кромки фактически в одну третью от всей длины клинка. Я считаю это неоправданным. Честно говоря, для этого инструмента я бы вообще сделал полноценную режущую кромку вплоть до рукояти. А в связи с тем, что рабочая у нас остаётся только одна треть, при выполнении любой задачи нужно практически выцеливать каждый удар. Что удобным никак не назовёшь. Зачастую приходится рубить под непонятными углами, в непонятных ситуациях, при неустойчивом положении, от чего может сильно страдать точность ударов. В общем, ход моей мысли, я думаю, вы поняли. И ещё одним условным недостатком по данному инструменту я бы назвал цену. На момент обзора она составляет 7 тысяч рублей без чехла. С чехлом, наверное, 8. Не знаю точно. Конечно, бюджетным это не назовёшь. Но, друзья, как обычно, я в политику ценообразования не лезу. Каждый пусть решит для себя сам. Дорого это для него или вполне приемлемо. Что касается ситуации с разболтавшимися накладками. Друзья, это не новость, это встречается повсюду. Это не проблема по сути. Проблемой это может стать только если в каком-нибудь долгодневном походе, далеко от цивилизации, у вас разболтаются накладки, а насадки, вот такой вот звёздочки, нестандартной, под рукой не окажется. Соответственно, у вас не будет возможности затянуть накладки. В этой ситуации я бы, конечно, наверное, просто взял бы какую-нибудь изоленту либо лейкопластырь, плотно смотал бы на худой конец паракордом. В общем, из ситуации выйти можно, но лучше в неё не попадать. Поэтому заблаговременно дома ещё раз проверьте все винты, протяните, а лучше посадите их на фиксатор резьбы. И ещё не могу не сказать о рукояти. Честно говоря, в начале теста я думал, что рукоять будет не совсем удобная ввиду того, что здесь нет вообще никаких упоров. И мне казалось заочно, что при выполнении силовых работ рукоять будет плавно сползать и выскакивать на режущую кромку. Мои опасения не подтвердились. Не знаю, может быть потому, что у меня крепкий хват кисти, но так или иначе рукоять у меня из руки не выскальзывала. Хотя, теоретически, если у кого-то слабый хват кисти, такая проблема может возникнуть. Поэтому либо используйте темляк, либо хорошие цепкие перчатки. К основным достоинствам я бы отнёс, ну, прежде всего, хорошую термическую обработку, огромный запас прочности, хорошее качество исполнения, нигде кривых спусков, асимметричных линий и так далее, здесь я не наблюдаю. Ну и, пожалуй, сюда ещё отнесу универсальность. То есть, этим инструментом можно выполнять широкий спектр задач. И, подводя общий знаменатель, добавлю. Друзья, перед приобретением какого-либо инструмента, будь то паранг, топор, либо ещё что-то, всегда имейте в голове чёткое представление о том, для чего он вам нужен, какие цели вы преследуете и какие задачи им планируете выполнять. Если у вас в голове будет чёткое представление и чёткие ответы на эти вопросы, вероятность ошибки будет гораздо меньше. А при наличии определённого опыта, она будет фактически сведена к нулевому значению. Если у вас остались ещё какие-либо вопросы по данному парангу, пишите смело в комментарии, я постараюсь оперативно на них ответить. Кроме того, напишите, на какие ещё изделия от мастерской Аника вы хотели бы увидеть обзоры на моём канале. Всё это я постараюсь учитывать при планировании дальнейших видео. Ну и, если видео понравилось, не забывайте делиться с друзьями и, конечно же, подписываться на все наши ресурсы, в том числе Яндекс.Дзен и Рутуб. А на этом буду с вами прощаться. И, как обычно, хочу пожелать всем счастья и крепкого здоровья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!